добрый день всем любителям мифических пазлов вас приветствует альянс shadow empire и с вами саурон и сегодня мы поговорим о новой пятерки с вальгалой которая вот недавно у нас была именно о риген лэйв зеленая пятерка валькирия гнева мне повезло ее поймать то есть поймал ее довольно таки очень быстро да то есть она мне досталось можно сказать что даром вот если например я до этого небольшая ремарочка да то есть если я до этого пытался поймать станис а что я там не делал он не падал то с ней мне реально большая компенсация и мне с ней повезло плюс она открывает дополнительные возможности вот ну что давайте теперь понемножечко поподробнее ее рассмотрим и перейдем к обзорам точнее к практике скажем так применение на поляне я ее получается вкачал на 370 кинул пару эмблем дал бы конечно и больше но у меня к сожалению нету предметов учитывая что я ее поймал считайте воскресенье в последний день то я за час вкачал вот то есть качал бы еще дальше но блин предметов нету героя реально стоящий и заслуживающий отдельного внимания и так идем значит по классам она следопыт ходок горизонта то есть что она может уклониться от прямой ульты это очень прикольный навык он бесит того кто нападает на этого персонажа и радует того кто этим персонажем играет то есть у ворот и вы живете дальше ну вот поэтому пушка бомба обязательно качаем по талантам ну и в принципе если вы будете качать его по талантам вам нужно вести в атаку и в жизнь поскольку это герой атакующий если вы будете играть в пвп это шахты короче или война это герой в атаку ну вот точно также он на титанах и точно также он на событиях то есть универсальный персонаж его даже можно в оборону поставить но он там правда будет немножко хуже играть но за неимением других персонажей это если говорить там за людей которые вот недавно начали играть и поймали этого героя то да вы его поставите в защиту там где-то на плечо вы будете кайфовать то есть в дальний угол ее 100 не стоит ставить она плечо то что надо хотя с другой стороны тоже она что он бафает и она должна стоять чтобы слева и справа короче кто-то рядом с ней стоял ладно хорошо давайте вот поподробнее сейчас посмотрим и так значит все союзники получают 50 процентов вероятности нанесения критического удара в течение четырех ходов это круто это это бомба то есть она бафает бафает короче камни они наносят сумасшедшие уроны и блин это пушка то есть это ну просто разматывает соперника в хлам то есть камни совсем другой мощью просто влетают короче и ломают все что там видят ну вот идем дальше значит герой и ближайшие союзник ближайший союзник да нормальный перевод короче герой и ближайшие союзники получают усиление атаки на 40 процентов на четыре хода этот эффект усиливается еще на 10 процентов при каждом получении урона и так до 80 процентов то есть смотрите когда вы выходите на поляну то есть допустим вы ультанули и все кто стоят рядом то есть ну непосредственно сама реген лейв и те кто стоит слева справа получается они получают баф к атаке вот значит на 40 процентов то есть если вы например даже берете с собой какой-то навык артефакта до которые усиливают ваш навык то соответственно она она накидывает больше то есть там допустим плюс один к навыку даст уже не 40 а 42 процента к атаки там плюс 2 к навыку это будет 44 процента то есть бомба вот и так же получается пока она находится под этим бафом если соперники в этот момент вас атакуют это неважно какая атака пускай это будет атака с руки и просто типа с камня да то есть ну если вы идете на компьютер а то то просто как с руки атака если это атака с ульты если это атака именно от миньона то в любом случае короче за каждую одну тычку герой прибавляет себе плюс тут пишется плюс 10 процентов да но по факту там выходит короче просто добавляется ну да плюс 10 процентов то есть один одна тычка это уже не 42 а 52 еще одна тычка это там 62 и так короче может дойти до до 80 короче процентов то есть там до 84 если у вас там артефакт на на навык но это это бомба то есть этот навык похож на радаманта то есть вот радамант действует примерно по такому же принципу круто я считаю реально круто значит идем дальше значит наносит цели 200 процентов урона то есть как бы ты когда-то читаешь думаешь 200 процентов то это фигня какая-то знаешь там типа бьет по одному 200 процентов но это полный шлаг ну не 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 идем дальше герой получает прибавку к атаке зависимости от того сколько усилений на него действует и каждое усиление дает дополнительную атаку вплоть до четырех раз так значит что мы видим значит получается когда она находится под бафами то есть она наносит короче дополнительно за каждый баф еще плюс 200 процентов то есть ее ульта выглядит как ульта по зузу то есть и вот можно с ним сравнить он максимально похожий персонаж то есть если например по суд по зузу его количество стрел которые он выпускает зависит от того сколько получается на поляне находится соперников с высокой скоростью набора манны да то есть если он там бьет например 2 ну это у него стандартная тычка типа два копья и дополнительно плюс один за каждого высокого то в ее случае это получается за каждый баф плюс один дополнительный удар типа дополнительное копье можно так сказать вот но фишечка то у нее еще дальше то есть она то сама себя бафает то есть она делает ее ульта начинается с того что смотри она делает первый баф все союзники получают плюс 50 процентов вероятности критического удара баф номер один потом герои ближайшие союзники получают усиление атаки на 40 процентов это баф номер два то есть она если сама по себе ультует то есть она изначально уже сразу кидает типа три копья то есть три тычки у нее уже влетает то есть 600 процентов раскидывается короче в рандомных соперников то есть если вы идете на титана да то есть это влетает тупо в одного титана если вы играете там и вышли на поляну где находятся пять бойцов то она рандомно между ними распределиться то есть она уже автоматом короче вносит 33 удара то есть единственное что допустим как сделать так чтобы она не наносила эти удары да то есть сделать невозможным ей на себя накинуть бафы то есть например такая как шахеризада да которая может в нее стрельнуть перед ультой это в том случае если например реген лев стоит в обороне да а вы на нее нападаете вместе с шахеризадой то есть вы получается имея шахеризаду стреляете в нее соответственно она уже никого не баф нет вот это облом то есть она короче нанесет просто 200 процентов короче какие-то там несчастный урон и все на этом закончится вот кто там еще там и из башни да есть персонажи которые накидывают в такие неприятности которые не позволяют вам на себя накидывать положительные эффекты вот и последний навык последний навык это все цели получают урон и теряют восемь процентов маны но это чисто уже фишка автолика то есть если например автолик подрезал 10 процентов маны да то она получается подрезает 8 ну блин тем не менее то есть вы когда нападаете на бойца боец зарядился и он готов ультовать и вот она делает короче вот эту ульту и сама прежде всего и просто подрезает короче кого-то и кто-то не может набрать манну то есть она может стоять в обороне то есть там где-то на плече да то есть она будет бафать например себя будет бафать центр ну центру там и все-таки самбо стоит ему это не надо вот но например тому кто стоит в дальнем углу там это как правило какой-то шатер массовик вот то есть особенно его баф нет как бы это бомба вот мы соответственно то есть как бы если на вас нападают и ну нападающий прокинул поляну он зарядился да то есть как бы ну естественно побочный эффект он зарядил вас и тут получается ультует риггин лэйв по пятерым короче ультанула она может просто по всем пятерым бойцам по одному разу пройтись и все то есть все короче кто зарядился она им подрезает манну ну кроме таких как дракула там и так ему подобных потому что ему манну не подрежешь у него защита то есть от этого поэтому я считаю герой просто пушка просто ну бомба он именно атакующий в защите он будет стоять хуже но тем не менее почему нет если вы начинающий игрок вы можете его себе поставить хорошо хорошо тогда давайте сейчас перейдем как к тестам да посмотрим как она работает в ну вообще на нее в действии и потом посмотрим с какими связками то есть лучше ее использовать то есть если мы говорим про титанов или там допустим про атаку в войне то есть вы как бы даже для себя можете сделать выводы ну что ж ребята погнали в общем переходим мы на поляну и давайте смоделируем такую ситуацию значит у нас есть бафер особого навыка прометей вот он ультует навешивает сразу два навыка лечения и защиту потом ультует терра и она еще дает дополнительно связь стихий связь стихий тоже является бафом поэтому у рид на регион лэйф уже висит три бафа вот значит теперь считаем что она будет делать смотрите мульту им и раз два три четыре пять пять раз отработала подрезала манну красавица короче криты сработали забрали ассуру до свидос обнимаю приподнимаю смотрим дальше ультует медуза смотри бам короче один раз потеря есть окей сховали и два раза с руки по регион лэйф смотрим нажимаем на регион лэйф видим а плюс 20 процентов к атаке добавилось в тот момент когда убили мисс 42 таки осталось ну вот и смотрим сюда еще раз мед короче ничего нету потому что она далеко стоит и нажимаем на терру у нее плюс 10 процентов то есть вот эта тычка тоже прилетела от медузы она сработала теперь смотрим дальше самое важное у нас смотри у нас бафается стыста кается баф урона навыка прометея урон короче который дает регион лэйф все это вместе суммируется поэтому ребята если бы счет сейчас я утонул бы мэтб то точно так же и урон точнее навыки короче мэтб они точно так же сюда вы стакались если у вас нету прометея который бафает особый навык до особый вот то вы можете взять так медзу эти то есть барабанщик он правда дает меньший процент но тем не менее он точно такой же бафер и при помощи его будете разваливать титанов нефиг делать идем дальше итак получается но смотрим значит еще раз получается ульту и мэтб ульту имбелями бам-бам короче забрали хоруса видим видим у нас получается все стакается значит единственное что конечно от прометея баф спал вот но тем не менее получается баф от метод он но остается висеть и мы видим что он как бы плюсуется и все работает как то так ну что ж давайте да что тут давайте посмотрим как наши криты срабатывают прокинем сюда три зелененьких там-там и короче все и мы попрощались медузой но в принципе ок то есть даже например ту же самую войну убрать его можно так а мы теперь идем еще раз на титана немножко другие герои получаются здесь уже аларуны и здесь получается хионис давайте посмотрим что у нас будет здесь попробуем зарядиться попробуем короче взять в атаку то есть сделать такую ситуацию когда у нас есть риггин лэйв и когда у нас есть хионис то есть мы можем получается брать этих героев и посмотреть насколько они могут быть вместе да то есть в одном тапке то есть у нас есть получается стихийный срез у нас есть специальный срез у нас есть баф атаки от риггин лэйв у нас есть баф особого навыка от прометея вот ну и у нас понятное дело немножко здесь выделяется на первый взгляд хионис итак смотрим как идет ульта да ну единственное что конечно разница между ультой риггин лэйв и хионисом это тоже хионис молниеносно наносит пять копий да то риггин лэйв короче как-то так растянута вальяжненько короче не спеша никуда лупит то есть когда у нас есть вариант например играть на событиях когда нужна скорость да то понятно дело что на риггин лэйв она будет хионису проигрывать ну вот но тем не менее раз два три четыре пять пять ударов по 1380 хионис а ну почем ты бьешь бабах но он бьет конечно в два раза больше потому что его что правильно его бафнул прометей вот поэтому у ребят сравниваем смотрим и для себя выбираем именно тот набор героев которые у вас есть на данный момент и подумайте что лучше брать например на того же титана в общем ребята что хочу сказать подходит концу обзор на нашего героя значит герои на титанов бомба значит он в себе соединяет того героя который позволяет наносить урон из ульты и скрита вот с камня имеется ввиду он гибкий то есть его можно брать в разные связки то есть он обалденный в атаку вот и соответственно он очень хорош на прохождение событий вот поэтому ребят если поймали однозначно качаем вы будете довольны будете получать удовольствие от игры этим героем вот ну а на этом мой обзор подходит концу ставим палец вверх подписываемся увидимся с вами дальше пока пока